Эти шокирующие кадры сделали те, кто успел выбраться из горящего здания. Несколько посетителей, не сумев выйти, были вынуждены прыгать из окон. Пожар вспыхнул на четвертом, последнем этаже торгового центра. Точнее, в детском активити-парке, он же батутный центр. Эта камера видеонаблюдения сняла начало возгорания. После яркой вспышки меньше чем за полминуты помещение заволокло дымом. Посетители в панике бросились к выходу. Но многие оказались отрезаны даже не стеной огня или дыма. Чтобы выбраться, им пришлось выбивать двери, ведущие на пожарной лестнице. По словам очевидцев, в здании не сработала ни сигнализация, ни автоматическая система пожаротушения. Именно поэтому людей не эвакуировали. Об опасности они узнавали случайно от других посетителей. Там же на четвертом этаже находился кинотеатр, где в этот момент было много детей. Показывали мультфильмы. Екатерина вместе с семьей была на одном из сеансов. Просто забежала женщина и закричала, что надо бежать. Все бежали. У меня мы с детьми, нас семь человек. И мы выбежали, нам никто не может помочь ничем. К этому моменту пламенем был объят уже весь этаж. А в самом торговом центре оставались десятки людей. Многие из них, пытаясь выбраться, одновременно искали и своих родных. При этом охранников или сотрудников центра, которые могли бы вывезти, посетителей не было. Блин, где наш папа? Как выходить? Данил, выходим к машине, побежали. Побежали болото. Локализовать очаг возгорания в Зимней Вишне удалось только спустя 12 часов, когда уже полностью обрушилась кровля, а помещения кинозалов провалились с четвертого на третий этаж. Именно в кинотеатре оказалось большинство погибших. На одном из сеансов были дети из поселка Трещовский. Они приехали в торговый центр, чтобы отметить начало каникул. Школьники почти весь класс звонили родным, чтобы попрощаться. Пожарные смогли добраться до туда лишь спустя несколько часов после начала пожара, когда было уже поздно. Там были крики, вопли детей, родителей. Видела женщину, которой просто не пускали пожарные и полицейские. Она пыталась спасти своего ребенка, который находился еще там. Они просто не пускали вообще абсолютно никого. Там разбивались стекла ногами, руками, всем, чем можно, потому что это было невозможно там находиться. Так детский городок выглядел до пожара. Пластик, сетки, поролон. Все это легко могло загореться. Кроме того, горючим оказался утеплитель между стенами, что тоже осложняло тушение. 12-й, 0-12-й, 0-401-му. 0-12-й на приеме. 12-й, воды так сильно не лейте внутрь. Там уже выше колена, воды пройти невозможно. Видел. Ацитируй, налопит, перекрой пока воду налопит. Точную причину возгорания правоохранительные органы пока не называют. Кроме поджога в детском центре рассматривают другие версии. Несправную проводку и свечи, зажженные на детском празднике. При этом следователи уже заявили о выпиющих нарушениях противопожарной безопасности. Как при вводе комплекса в эксплуатацию, так и в процессе работы. Почему пожарные выходы были заблокированы? А главное, зачем сотрудник ЧОПа отключил систему оповещения о возгорании? Ответов на эти вопросы пока нет. Охранник, сообщили правоохранительные органы, может стать пятым фигурантом дела. Ранее уже задержали и допросили четырех человек. Имена пока не раскрывают, но известно, что среди них арендатор помещения, где мог находиться эпицентр пожара, и глава управляющей компанией, которая обслуживала торговый центр. А также генеральный директор Зимней Вишни Надежда Суденок. Следственный комитет завел уголовные дела по трем статьям. Дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рядом с местом трагедии стихийный мемориал. Жители несут цветы и игрушки. Многие сдают кровь, чтобы помочь пострадавшим. В больницах еще остаются несколько человек. Власти региона пообещали выделить по миллион рублей каждой семье, потерявшей родственника в этой трагедии. Начинается выезд групп. Помимо того, что я назвал, специальных групп, они выезжают к семьям. На квартиры или дома. И там с ними, помимо вот этой группы, которую я назвал, предметно работают. По последним данным, известны имена 23 жертв. Чтобы опознать тела многих погибших, придется проводить генетическую экспертизу. Елизавета Смолякова, Юлия Кульдо, RTVI.